Здравствуйте! Это программа Официальный разговор. Мы находимся в студии Краматорского бюро. Меня зовут Алена Грамова. Я хочу с удовольствием представить гостю нашей студии сегодня Харенко Виктория Викторовна, директор Краматорского местного центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи. Здравствуйте, Виктория! С момента принятия закона о безоплатной правовой помощи 10 лет назад в Донецкой области, как и в целом в Украине, появились центры по предоставлению вторичной правовой помощи. Они представляют интересы граждан в судах, госорганах, органах местного самоуправления и перед другими лицами. В Донецкой области львиная доля граждан, кто обращается за помощью, имеют статус временно перемещенных лиц. Как работает система безоплатной правовой помощи в регионе, смотрите прямо сейчас. Давайте поговорим о вашей специфике работы. С чем вы сталкиваетесь? Какие проблемы помогаете решить людям? Ну, знаете, наверное, хочется сказать с самого начала о том, что еще совсем не так давно юридические консультации и защита в судах для всех украинцев была платной. Вот с принятием в 2011 году, в июне этого специального нашего закона о безоплатной правовой помощи, государство взяло на себя обязанность по защите. Чаще всего у нас в зоне риска и менее защищены, это самые уязвимые слои населения, то есть граждане, которые являются малообеспеченными, либо имеют статус какой-то. Конечно, государство взяло на себя такую обязанность по защите их прав, и это дает возможность равного доступа всем гражданам Украины, всем, кто находится под юрисдикцией Украины, на доступ до правосудия. Это очень важно. А давайте поговорим о внутренне перемещенных лицах, как обращаются, с какими частыми проблемами, и вообще какие цифры вы на сегодняшний день имеете? Да, действительно, внутренне перемещенные лица, это лица, которые, как мы понимаем, в силу того конфликта, который у нас в Донецкой области, на Украине, сейчас имеет место. К сожалению, у людей в связи с этим возникло очень много правовых проблем, я уже не говорю за все остальные вопросы, именно правовые проблемы. Внутренне перемещенные лица, так же, как и другие граждане, имеют не только свои специфические проблемы, у них проблемы, как и у всех украинцев, связанные и с семейным правом, и с трудовым, и с социальным обеспечением. Действительно, самое большое количество обращений, но это специфика Донецкой области, поскольку мы расположены ближе всех, и Луганской, ближе всех к линии разграничения, к линии конфликта, и, конечно же, внутренне перемещенных лиц больше всего среди наших клиентов. Их около 44% от общего количества обращений. Эти граждане Украины, будучи в заложниках в этой ситуации, они приезжают к нам сюда, они пересекают контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. Вы знаете, у нас их на территории Донецкой области несколько. Вот, в частности, Краматорский местный центр обеспечивает деятельность одного из таких консультационных пунктов на контрольных пунктах въезда-выезда Майорска. Майорска, простите, да. Я почему оговорилась, Маринка, потому что Мариупольский местный центр, который также, как и Краматорский местный центр, представляет здесь систему бесплатной правовой помощи в Донецкой области, они обеспечивают работу двух вот этих консультационных пунктов. Хочу сразу сказать тоже поблагодарить наших партнеров, их у нас достаточно большой уже круг широкий. Именно они помогли нам в свое время этот консультационный пункт, он появился благодаря им, их поддержке и материально-технической помощи. Это Норвежский совет по делам беженцев. И на сегодня мы продолжаем взаимодействовать, сотрудничать, и нам очень помогают не только они, они продолжают нас поддерживать всячески. Нам очень помогает программа развития Организации объединенных наций, которые также благодаря их помощи есть вообще возможным существованием этого пункта. Самые частые ситуации, проблемы, с которыми вы помогаете справиться и решить. Допустим, есть такие ситуации, когда неоднократно мы слышим о том, что там заморожена пенсия или какие-то там социальные выплаты. Да, это очень частая распространенная проблема, которая вот именно у внутренне перемещенных лиц, с которыми они к нам и обращаются. Но прежде всего, если вы позволите, я хотела бы закончить немножечко по нашим партнерам, потому что я не сказала еще, конечно же, о Датском совете по делам беженцев, благодаря которым на сегодняшний день мы реализуем этот проект, и их поддержка нам помогает обеспечивать работу этих пунктов. Что касается самих проблем внутренне перемещенных лиц, да, действительно, чаще всего они обращаются именно по вопросам социального обеспечения. Это касается не выплат пенсий, задолженности по пенсиям. Мы понимаем, что находясь на территории неконтролируемой Украины на сегодняшний день, очень сложно пройти все те процедуры, которые предусмотрены, это и верификация, и прочее, прочее, очень сложно. Соответствовать этим требованиям людям преклонного возраста, пенсионерам. Поэтому, конечно же, у них возникает много проблем, именно связанных с пенсионным обеспечением. Социальная сфера тоже. Часто очень в начале, вот сразу после того, как все эти события трагические стали развиваться на территории Донецкой области, очень часто обращались к нам. Они и сейчас обращаются, потому что люди и рождаются, и умирают на неконтролируемой территории. То есть факты, мы помогаем устанавливать факты рождения, смерти. Безусловно, их интересуют вопросы семейного права, трудового права, потому что как бы там ни было, они пытаются как-то социализироваться здесь, на этой территории, как-то устроиться. И эти вопросы, безусловно, тоже у них возникают. Я знаю, что каждый год у вас становится все больше и больше, ну, как правильно сказать, представительств ваших. Вы расширяетесь. Почек доступа. Я знаю о том, что бывают разные сложные моменты с подбором помещений и так далее. Но все же, если мы говорим о прифронтовой зоне, да, о тех городах, которые находятся там, можно говорить о том, что вы там есть, и к вам вот есть такой достаточно простой доступ. Вы знаете, действительно, система бесплатной правой помощи в течение всех 10 лет она развивалась, совершенствовалась, как-то адаптировалась под эти современные условия, под вызовы. И на сегодняшний день хочу сказать, что сеть точек доступа очень широка. И она представлена в Донецкой области двумя местными центрами, 17 отделами бюро, которые находятся в городах, и в том числе в городах, которые расположены ближе к линии разграничения. Вот я сказала про контрольные пункты въезда-выезда, у нас там точки доступа. То есть внутреннее перемещенное лицо, только переступая, да, вот только выйдя из автобуса, находясь на территории КПВВ, оно уже имеет информацию о том, что если есть проблема правовая, есть возможность обратиться в систему. Мы знаем, куда. У нас контактные номера телефонов, адреса, то есть все это очень доступно. Мы всячески пытаемся донести до них, потому что и через свою правопросветительскую деятельность, с помощью разных каналов коммуникации, через интернет. Мы все это стараемся максимально, потому что они граждане Украины, такие же, как и все остальные граждане Украины. Они также нуждаются в нашей помощи, и мы можем. Там ведь нет этой помощи, на территории они контролируемые. Такой системы не существует. И потому мы, конечно, доносим эту информацию, стараемся привлечь как можно больше внимания к себе, только для того, чтобы люди имели возможность воспользоваться этой помощью. Ну и скажите, вот фидбэки получаете, наверное, это самое приятное в любой работе, когда у тебя есть результаты, когда люди благодарят. Да, конечно. Вот я сказала о том, что где-то процентов 90 обращений, если это касается именно доступа до правосудия, то есть мы представляем интересы системы, адвокаты, юристы представляют интересы клиентов в судах. Это практически в большинстве случаев позитивные результаты. Понимаете, тут же в чём, собственно, особенность ещё, работая с документами, работая с историей клиента, мы всегда стараемся спрогнозировать для себя, насколько может быть, каким может быть решение. Мы же изучаем практику, изучаем судебную практику, решение судебных инстанций высших. То есть мы уже примерно понимаем, каким может быть исход. И мы стараемся всё сделать для того, чтобы собрать необходимую доказательную базу, точно так же и адвокаты. Вот когда это всё есть, когда всё это складывается, результат, как правило, позитивный. Очень много позитивных решений по пенсиям, я вам скажу. Ну, вот так оно сложилось, так получается. И юристы центров, они большие молодцы. Тут можно без зрения совести утверждать это, потому что у нас уже колоссальный опыт работы именно с этими вопросами. Спасибо, Виктория. Я хотела бы напомнить нашим зрителям о том, что Харинка Виктория Викторовна, директор Краматорского местного центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи, была гостьей нашей студии. Говорили о ваших услугах, о вашей специфике и о том, как вы помогаете людям. Ну что, дорогие друзья, смотрите наши новости, подписывайтесь на официальный разговор на YouTube-канале, берегите себя, и мы обязательно встретимся.